Ну что, всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем проходить с вами Денисскую башню Mortal Kombat Mobile сегодня. И у нас, собственно, должны быть с вами боссы. Первые... Ну, не первые, но вы поняли, да? Давайте загрузим сразу предустановку баши. У нас сейчас кита на Круготени и хищная Мелина. Боссы. Давайте посмотрим, что на них за снаряга. И будем потихоньку приступать. Десятое слияние. Восьмое. Тоже эпик. Какого-то высокого слияния. Хрен пойми, какого не видно. Слишком мелко для меня. Вас, может быть, на большом мониторе видно лучше. И есть еще, собственно, здесь аж целое... Опять же, непонятно, какое слияние. Блин, так мелко... Значки эти сделали. Восьмое или седьмое слияние. Парадная форма династии. Господи, еще и текст мелкий. И десятое слияние сосуд. В принципе, ничего особо опасного. И тут нету МК-1 с Джейд и Рейна. Поэтому, возможно, мы пройдем это из первой попытки. Сейчас посмотрим. Потому что противники в основном не выглядят очень сильными. Но, возможно, у них из-за снаряжения будет какой-то способ отхиливаться. Вот чем может быть минус. Но постараемся затащить с одной попытки. И, глядишь, того и выйдет. Заодно получим себе снарягу какую-то. Потом зелененькую. Так долго бой загружался? Вообще ужас. Так, ну поехали. У нас не стоит никакого башенного снаряжения. Потому что мне ничего не падает нормальное. Поэтому придется бить без снаряги башенной противника. О, наконец-то попал на эту шнягу еще и плюс 12% бонус к урону. Это, видимо, противник получил из-за того, что сработало какое-то пассивное снаряжение. Пассивный эффект снаряжения противника. Ну и продолжаем вот так вот потихоньку. Блин, не набил сейчас насмениться. Может, если дать ей такую возможность? Но мы не дадим. Блин, игра. Можно меньше лагать, пожалуйста? Блин, вот этот удар теперь откидывает. И из-за этого противники успевают смениться. Особенно, когда я у стены зажимаю. Благо, хотя бы Мелина не набрала второй спецприем. Но она очень сильно нас замедлит своими постоянными оглушениями. Придется использовать первые спецприемы. О, отлично. Заблокировали. Ой, не заблокировали. Да, правильно. Заблокировали ей спецприем. Ну и будем вот так вот сейчас потихонечку. Ну, знаете, возможно, я и не успею пройти за одну попытку. Из-за того, что просто снаряги у меня как таковой нету эпичности. Да и даже синий нету на урон. У меня ни одной. О, наконец-то нормальный демош прошел. 230 тысяч. Ну, здесь давайте уже будем добивать ее. Нельзя отпускать ее со вторым спецприемом. А то она еще и отхилится потом. Так, получаем больнючий удар от... Титаны. Ну и здесь добиваем ее, наверное, за Саб-Зеро. Не, смотрите, выжила. Но ненадолго. Да, с одной попытки удалось пройти этого. Ни Джейд МК-11, ни Рейн МК-11. Они так жестко не... Отражают ваши удары. Не накладывают всякие замедления и так далее. Поэтому здесь стало справиться достаточно просто. Получаем венок, но достаточно бесполезная снаряга. Одна из самых бесполезных. Хуже только торт, наверное. Поэтому да. Хотя я еще даже не знаю, что хуже, венок или торт. Но и венок, и торт такой себе. Вот третья снаряга, именно винища, она самая прикольная. Ну ладно, идем дальше. Если бы, конечно, игрушка не подлагивала, я бы успел побыстрее пройти. Но всегда, когда я прохожу башни на записи, меня почему-то игра немножко лагает. Я не знаю, почему именно только в башнях. Если я, допустим, прохожу на запись какое-нибудь там испытание, либо просто играю в венок фракций на запись, то у меня почему-то игра лагает меньше. Я не знаю, почему именно в башнях она лагает чуть больше, чем в других режимах. Это на самом деле странный эффект такой. Интересно, уже после 150-го боя пойдут персонажи с башенной снарягой? Или чуть позже? Ну так или иначе мы это с вами узнаем. Да-да, я готов, поехали. Одну попытку, правда, мы просрали на 130-м бою, потому что Рейн и Джейд, это МК-11, это очень мерзкие персонажи в этом плане. Я что-то не посмотрел, есть ли у них какая-то снаряга или нет, но такое ощущение, будто есть, потому что они неплохо так танкуют урон. То есть я вижу прям, что им мало урона наносится. Но, возможно, это просто мои предубеждения, на самом деле на них нет никакой снаряги пока что. Потому что обычно в обычной башне она появляется чуть позже. То есть не на 150-м бою, точнее не на 151-м, а там каком-нибудь 160-м, 180-м бою с чем-то. Ну, сейчас мы это взглянем, посмотрим как раз-таки. Хотя, может быть, и со 150-го уже пошла. Нет, смотрите-ка, пока нету снаряги на противниках. Блин, мерзкая команда. Тут у нас и Ассасин есть, даже два. И при этом еще и Кабал, который будет оглушать при выходе, если я не заблокирую его оглушение. Так что в этом плане надо быть немножко поаккуратнее. Тем более тут еще ограничения на высокое напряжение. А Ассасины сделают так, что я не смогу нормально использовать спецприемы, а значит меня молния несколько раз может и поразить. Правда, огонь, который она накладывает, мне не особо страшен, потому что у меня есть Жейт МК-11 в отряде, которая позволит мне хилиться просто от огня. Ну да, как я и говорил, ведь тени уворачиваются от спецприемов. Ну и добиваем Кабала через первую спецуху. Вот, смотрите, горение отряда накладывается, но естественно, как мы видим, молния при этом тоже урон наносит. И сам поджог он наносит урон. Но сам огонь, именно сам эффект поджога, он был бы... он бы меня хилил просто. Ну а теперь мы видим, как срабатывает хотя бы третий тик от молнии. То есть, именно сам поджог. Наносится именно урон, и при этом еще и поджог. Окей, хорошо. Тайная магия. Темная магия, прошу прощения. Но так или иначе, мы медленно и верно приближаемся с вами к... этому... Как оно называется-то? К двухсотому бою. И, кстати, на удивление, вроде бы должна была появиться сегодня фатальная башня, но, видимо, она появится утром, так сказать, по чикагскому времени. То есть, у нас сейчас уже 19-е число, и башня была анонсирована 19-м. 19-го числа. Но у... Как сказать это? У чуваков из Незерелма, они... У них штаб находится в Чикаго. У них еще предыдущий день, по-моему. Я не уверен, на самом деле, что у них еще предыдущий, но, мне кажется, она выйдет уже только для нас с вами больно как-то, если темная магия меня дамажит. Она выйдет уже, получается, 20-го числа у них. У них в это время будет 19-е, а у нас только 20-е. То есть, утром с завтрашнего дня выйдет, скорее всего, башня. Хотя можно сейчас быстренько проверить, опять же. Может быть, она там уже появилась, я ее просто не заметил. Черт его знает. Давайте быстренько, буквально на секундочку, мы с вами чекнем. Но, по-моему, ее не было. Я ее не видел, вроде бы, ничего в таком духе. Да, ее нет еще. Завтра появится, видимо. Но если, конечно, информация, которая поступила, то есть, о том, что башня появится именно 19-го числа, то есть, сегодня, она правдивая. Просто, как я и говорил, за часовых поясов у них еще 18-е, а у нас с вами 19-е. Поэтому, скорее всего, башня появится именно завтра утром. Ну, либо сегодня ночью, что очень маловероятно, потому что обычно они, так сказать, обновляют все эти штуки именно в тот момент, когда сбрасываются попытки на башню. Так, поехали. Джонни Кейдж. Ну, здорово, Джонни Кейдж, что я могу сказать. Так, Скорб, не выпендривайся, давай. Да, блин, долбаные пролаги мешают мне проводить комбинации. Ну, конечно, конечно, замедление, давай сюда. Почему бы нет? Ладно, хотя бы попал первым спецприемом, а то мог промазать. А, у них воскрешение. Просто, видимо, первого противника я убил просто через метку смерти. Видимо. Ну да, после завершающего комбоудара он сначала умер и только потом наложилась метка смерти. Именно поэтому он воскрес сейчас. Да, 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 это я все уже слышал, видел и помнил. Может быть, начнутся у нас с вами бои с персонажами с снарягой после 156 или 158 боя. А может быть, вообще, до самого конца башни не будет у персонажей снаряжения. Разработчики в этом плане всегда делают по-разному. Ну, здесь понятно, какое снаряжение. Здесь, скорее всего, родное снаряжение на персонажей. Ну, кстати, жесткая команда. Тут и Джейт МК-11, и Кабал МК-11. Очень неприятные такие персонажики. Давайте на секундочку глянем. Блин, поезд душ, серьезно. Очень мерзкая снаряга, вот этот поезд душ просто. Она мне очень не нравится. Это одна из моих нелюбимых снаряжений вообще. Во всем Mortal Kombat практически. Когда именно она у противника? Потому что, когда ты играешь в воины фракции, на тебя ослепление в начале боя накидывают, и ты не можешь, так сказать, ненормально защититься, потому что у противника еще и пробой блока. И если у него еще и спецприемы есть в начале матча, то это вообще караул. То есть, ты просто рискуешь пропустить спецприем вне блока на полный урон. И, соответственно, сразу в решении выжившего потерять перса и сбить себе винстрик. Это очень неприятная такая тема. Вот на мне ослепление, видите, у меня на глазах какая-то крень. Блин, я даже не успел использовать первый спецприем. Ладно, долбану ее в блок. Да, господи, в самые неудобные моменты, конечно. Может быть, я ее добью все-таки через блока, как вы думаете, да? Смотрите, когда, блин, не уклонился от рентгена, вот это, конечно, минус. Благо, его рентген хотя бы ослепление не накидывает, но у него есть правой блока в этом неприятность такая. Ну, конечно, второй спецприем, еще и сокращение расхода силы на него у него идет. Да, давай, еще замедление на меня накидывай. Больше говна, ведь мне так мало его, да? Сразу добиваем Кабала. Предлагаю смениться на Саб... А-а-а! Кабал блокирует спецприемы всем персонажам в отряде. Своим рентгеном, видим. Не рентгеном, вторым спецприемом. Либо это снаряжение какое-то так работает, фиг его знает. Но почему-то у меня у Саб-Зеро заблокировали спецприемы. Ладно, давайте сменю на Джейд. Хотя, блин, там уже разблокировали спецприемы у Саб-Зеро, когда я сменился на Джейд. Я не знал, сколько будет длиться это гребаное оглушение, хотя, в принципе, и спецприем 2 Джейд тоже добил противника, поэтому в этом плане мне повезло там с критами, со смертельными ударами, да и урона, в принципе, хватило. Это хорошо. Ну, отправляемся с вами на следующий бой. в принципе. Да-да-да. Вот такие бои иногда стали встречаться в башне, это, видимо, какое-то нововведение, что иногда просто возникают бои, где, как это сказать-то, так, давай, грузись. Потеря баланса неприятно, но я справлюсь, я думаю. Иногда просто встречаются бои, где противники, именно персонажи противника, имеют фулл-снарягу на каждом из персонажей. Это прям такое же, знаете, жесткое усложнение боев для новичков. То есть, это прям, знаете, вот все такие бои, это как такая стенка, практически непреодолимая и труднопробиваемая стенка, которую новичкам не преодолеть из-за того, что новички в основном тащат за счет, как сказать, умения игры в некотором плане. Ну, не то, чтобы они очень умеют играть, но, типа, они все равно играют лучше, чем боты, и из-за этого они, типа, тащат бои, большинство, где на противниках нет снаряжения, естественно, у них есть в этом преимущество, они там могут поставить снарягу, а вот эти вот бои, когда у противника по четыре слота, блин, легендарного, ой, и эпического, и редкого снаряжения стоит, плюс пробой блока, это жестко им аукнется в этом плане, потому что противник в таком случае становится сильнее, чем они сами, и они уже за счет чисто своей снаряги не смогут вытягивать так легко бои. Это получается, как битва в войне фракций, в войне фракций на выжившем при десятом слиянии персов. То есть, достаточно такая, знаете, жесткая тема. мы-то с вами это еще более-менее проходим, а вот новички прям будут стопиться на этих моментах жестко, я прям знаю. А прикиньте, в фатальной башне будут такие же бои, это будет же вообще жесть, это будет капец, какая жесть. А прикиньте, если еще снаряжение будет сочетаться обычное снаряжение, да, то есть, редкое, эпическое, вот те же поясы, тени, блокбрейкеры какие-нибудь, и будет сочетаться еще башенное снаряжение вот со всем этим. Это будет же такой разрыв жопы, это просто жесть будет. Там реально они, разработчики, сделают такие прям трудно, очень трудно проходимые бои в таком случае. Но я надеюсь, что в фатальной башне не будет встречаться такого вообще. Но что-то зря, я думаю, надеюсь на это. Но будем надеяться, что все-таки мы не встрянем нигде на промежуточном бое, как это было давным-давным-давным-давно. Но если что, у нас есть башенная снаряга, если мы на каком-то бое даже встрянем, мы сможем использовать себе бонус к здоровью нехилый такой. И, соответственно, за счет этого получать некоторые преимущества над противником. Хоть это и не даст, хоть это и понизит нам урон, но зато очень сильно повысит самовыживаемость. Ну, блин, я тут даже заблокировать не успеваю. Они что-то продлили оглушение у Мелины. Теперь оно стало еще дольше спадать, чем раньше. Ну, Фредди Крюгер. Ну, я думаю, мы его обычными ударами затыкаем. Ну, здесь опять же изи-бризи. Выдвигаемся на следующую битву. Небольшая сумма монет у нас подъехала плюсом. Уже, знаете, мы двигаемся по башне с каждой серией все медленнее, медленнее, потому что противники становятся реально все сильнее и сильнее. Ну, здесь Круготени Люкан он нас оглушит и начнет прессовать немножко в начале. Но это не тот бой, где была у него фулл снаряга плюс персонажи Круготени тот же Люкан ой, не Люкан Саб-Зеро Круготени по-моему там был и был еще а не, там был Джакс Круготени и Люкан Круга... ой, Кунлау Круготени и при этом на них на всех была снаряга и они мне неплохо задамажили. Плюс там еще и ограничения было в время боя. Здесь же из персонажей Круготени только Люкан поэтому он меня немножко побьет даже особо не снимет мне много здоровья и успокоится после этого. Также он скорее всего не сможет использовать спецприема если и сможет только первый. Так что в этом плане я более-менее спокоен здесь мне не надо брать никакое сопротивление оглушения потому что противник меня особо сдамажить не сможет а вот я его сейчас легонечко так добью через первый спецприем. Не спас его Терминатор к сожалению не сработал шанс в виде 50% на спасение для него к сожалению не для нас мы добиваем Ронина Кенши здесь чтобы целиться может не целиться но я случайно все равно попал на 98% окей очередная уверенная победка все дела да 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 бесполезные карточки опять же ничем мне не падает с башней кроме гарантов никаких карт снаряжения ничего вообще просто падает какой-то один мусор монеты до карточки спецприемов которые мне уже сто лет в обед не нужны вышибала окей а вышибала это случайно не то ограничение где противники могут накладывать оглушение любыми атаками если да то это неприятный бой будет но поехали просто в америке в основном вот вся вот эта тема типа связанная с бейсболом она ассоциируется с оглушениями и с отталкиваниями различными в играх то есть когда там добавляют какую-нибудь бейсбольную биту в игры или что-то в этом духе там идет именно блан демош отталкивание оглушение и так далее блин это сволочь воскреснет да к сожалению для меня ну да как я и говорил это вот именно оглушение с ударов блин слава богу он хотя бы ну блин ну я не я просто не успеваю давайте мы добьем терминатора сразу потому что мы его обычными ударами будем пробивать целую вечность ооо тут еще и рейн который будет и замедление и оглушение накладывать я предлагаю сразу рейну шатать чтобы он не мешался ну началось началось давай еще оглуши меня но слава богу оглушение хотя бы не сработало но бить конч спецприемами такая себе идея поэтому буду его забивать обычными ударами поэтому как-то так ну у нас еще можно провести два боя до того как кончится энергия персонажей как я понимаю и попытки сейчас последний раз будем откатывать на сегодня да давайте сразу откатим попыточки 160 бой достаточно всего одного и опять же у двух персонажей фулл снаряга не знаю почему третьего нету фулл снаряги как-то это странно надеюсь у противника нету пояса тени а то было бы неприятно да некоторые бойцы используют захват которые невозможно блокировать подсказывать нам игра и кстати у девора отроди именно такой первый спецприем а у рептилии второй а у третьего персонажа я не помню кто он сейчас я посмотрю и скажу да у рейдена неблокируемый по-моему и первый и второй хотя я не уверен ну и да тут нету к счастью для меня пояса круга тени начинается начинается правда ненадолго продолжается все это добиваем рейдена и все изи бризи у нас по-моему последняя попыточка осталась за эту энергию после этого придется восстанавливать энергию нашим персонажам ну конечно монеты что же еще мне может выпасть кроме как монеты шел по-моему уже сотый плюс бой того как мне не падает ни одной карты снаряжения за промежуточные бои вообще ни зеленой ни синий тем более ни эпика вот они мне выпали в начальных боях в башне и все на этом как бы отдыхай говорит не игра никакого ни зеленого ни синего снаряжения ни эпического вообще просто ноль ничего не падает абсолютно даже не падает редкого снаряжения на обычных персонажей то есть ни башенного обычного редкого снаряжения не падает ну после этого боя будем восстанавливать энергию персом что я могу сказать через рекламку и будем заканчивать последние три матча но пока надо пройти вот этот еще блин что под вечер жарко так стало на удивление у нас в ближайшие дни температура будет около 30 и плюс еще дожди у нас быть даже в некоторые дни будет больше 30 градусов жалко мне тратить на нее спецприем так давайте отменим удар и добьем противника вот таким образом начинается начинается ну и давайте добьем сабыча о сочный урон 230 тысяч нормально и тут еще 30 вообще красота ну и на этом пока что у нас энергия кончилась сейчас я восстановлю ее за рекламку и мы отыгрывать будем последние три боя ну конечно монеты ну что еще может выпасть кроме как монеты действительно так да давайте я восстановлю энергию о кстати я только сейчас заметил что противников уже пошло видимо башенное снаряжение как я и говорю где-то 150 или 160 боя но может пойти видите первого первого и первого слияния ну это фигня на самом деле вот это вот снаряжение но неприятно здесь у нас ограничение достаточно лайтово инферно оно даже нам в плюс будет потому что огонь нас будет только восстанавливать нам здоровье из-за джейд поэтому это нам будет играть только в плюс с вами и это хорошо так длительный урон не страшно правда не сумел уловить тот момент когда уже на противниках пошло снаряжение зеленое но это либо со 161 боя пошло либо с 159 или 158 где-то так я думаю да 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 я знал что она будет сейчас таковать как только я встану поэтому сразу прожал спецприем потому что я знал что она не будет блокировать его так хорошо получаем с вами оооо снаряжение правда зеленое да и не башенное но тем не менее хоть что-то хоть какое-то разнообразие это вообще ничего не падало из-за даже карт снаряжения хоть и снаряжение конечно кусок говна вообще полнейший игра дай эпик дай эпик на урон и я все прощу я прощу тебе эти сто с чем-то боев когда ты мне не давала ни одной карты снаряжения все это лишь за один эпик пожалуйста один эпик на урон хочу хотя бы хотя бы половинчатый урон то есть хотя бы плюс 75% демеджа я не прошу там о 200% или 300% но тоже можно кстати было бы неплохо так здесь у нас заблокирован первый спецприем в принципе ничего критического выходит джейд добиваем джейд а не успел не успел я прожать спецприем в этом плане но успел добить терминатора до того как у него спадет метка смерти и соответственно поэтому он у нас не воскрес получаем еще одну карточку рандомную и идем с вами на последний бой ну да и конечно ящер опять же просто 10 тысяч монет господи игра почему ты меня так ненавидишь почему ты мне не даешь снаряжение от слова совсем то есть просто за промежуточные бои 100 боев подряд ни одной карты снаряжения даже голима зеленки это просто настолько обидно обидно в этом плане это жесть людям там падает снаряжение постоянно вот сколько я не смотрю люди которые играют которых я знаю им просто падает там синее зеленое синее зеленое каждые там 10 боев по 1 по 2 карточки падает снаряжение мне уже 100 боев не падает ни одного зеленого ни одного синего кроме гарантов соответственно за промежутки а людям не гарантами падает то есть им падает вот буквально за обычные бои и кучу зелени им насыпало и кучу синих карт а мне как обычно о первом прохождении со снарягой вообще не везет просто максимально просто ну как это возможно чтобы даже одна зеленая карточка голима не упала за 100 боев это я просто не понимаю этого это насколько в этом плане начинается начинается вот это вот так пошел первый удар молнии но первый удар нам не особо страшен второй удар пошел и сейчас будет третий но он уже не успеет сработать потому что я добиваю противника через спиц прием так получаем с вами финальную награду монеты да ну почти еще хуже чем монеты потому что всего 1200 ну что ж на этот раз мы завершили с вами попытки опять мне ничего не выпало с башней как обычно да и зеленка мне выпала фиговая не вино единственная нормальная зеленка это вино ну и на этом будем пока заканчивать жесткая команда у нас тут три скорпиона один спасает другой дает всем силу третий поджигает но поджог мне не страшен еще ограничение в ярости они будут накапливать быстрее силу и при этом у них еще и фулл снаряга на каждом стоит это жесткий бой на самом деле да это реально жесткий бой у него еще есть снаряжение вы прикиньте у них у каждого есть еще и снаряжение снаряжение башенное вот о чем я и говорил самая жесть начнется когда начнется комбинироваться обычное снаряжение С башенным снаряжением И вот это, блин, мать твою началось Ох, господи, я чувствую, меня сгорит На этом бою в следующей серии Но на этом я буду пока заканчивать Вам огромное спасибо за просмотр С вами был Ник, удачи, до скорых встреч И мы еще с вами увидимся На этом пока что все, пока-пока